Мы с вами говорили о Божьем предназначении, для чего человек живет. Теперь большой вопрос, правда огромный вопрос, который в прошлый раз мы с вами начали говорить, и мы не до конца закончили тему, которую я готовил в прошлый раз. Но я хочу коротко, конец повторить. Давид, когда Бог его нашел, решение о призвании Давида пришло гораздо раньше, чем Давид осознал. То есть получается, что решение Божье было, уже решено, кем будет Давид. Царьем. Фигура номер один в стране. Царь это не просто какая-то важная личность, которая находится в подвале. Нет. Это фигура номер один. Это лицо страны. Его надо защищать. Он становится символом государственности. Представляете? А он не знает. Его назначили уже. Уже поставили. А он не в курсе. И вот смотрю на вас, думаю, на что Бог вас назначил. Потом Самуил об этом узнал. Еще, понимаете, Давид не знает. Бог знает. Потом Самуил узнал. А Давид еще не знает. Обычно перед тем, как ты войдешь в свое предназначение, Бог знает. И как правило, он скажет твоему пастору или лидеру. В зависимости от того, куда тебя призывает Бог. Причина, почему он приходит через Самуила. А потому что самостоятельно тебя крокодили съедят. Раньше, чем ты вообще войдешь в свое. Надо защищающее лицо, которое проведет тебя, и защитит. Пока ты не укрепишься, чтобы выстоять самостоятельно. Поэтому Бог не разрешил Самуилу умереть. Раньше, чем Давид не возмужался. Когда уже Давид возмужался, и Бог уверен был, что Давид справится, выдержит, не умрет. Тогда Бог позволил Самуилу умереть. Вот Илли, да, вот этот священник Илли. Мы его называем как негодным. Он своих детей не воспитывал. Но вы заметили, что если бы не он, Самуил бы не вошел. И Бог этот принцип до сих пор держит. Ой, нет, мы верим в Иисуса. Даже сам Господь Иисус не вошел, пока Иоанн не отстоял. Когда Бог позволил Иоанну умереть? Когда Иисус начал уже воскрешать мертвых, и селать болнищ, и мог позволять себе сказать про Ироду, скажите этой лисице. Тогда Бог сказал, все, Иоанн, можешь умереть. Он уже может обзывать Ирода, значит, уже можно. Но не надо ходить по всему миру и рассказывать, что пастор Генри сказал, что Иисус обзывал Ирода. Но он сказал лисице, да? Значит, он уже возмужался. Поэтому, когда у Бога есть предназначение для тебя большое, он обязательно придет к пастору. Когда у него предназначение в районе, он придет к твоему районному лидеру. Когда у него предназначение в служении, он придет к лидеру служения. Кто-нибудь меня слышит? Скажи, Бог меня призывает. Еще раз скажи, я призван. А кем же вы призваны? Значит, поэтому Давид не знает. И первое, что Господь сделал с ним, это было, он приглашен. Сначала его не пригласили, но потом его пригласили. Когда он пришел, значит, много претендентов, но его предназначение никто забирать не может. И поэтому, а он потом разговаривает с Саулом там и говорит, пришел медведь и лев, и я убил их. Слушайте внимательно. Скажите со мной, мое предназначение будет воевать за меня и вместе со мною. Это один из ярких признаков, что ты призван. Лев, медведь, это необычно то, с чем надо сражаться малчикам. Даже взрослым мужчинам нельзя. Запрещено. А как же ты вышел? Сам не знаю. Призван. Скажите призван. Я вас не слышу? Еще раз. Поэтому, когда я имею дело в жизни с людьми, с сложными ситуациями, у меня бывают сложные ситуации. Что такое сложная ситуация для меня? На земном шаре, для меня, по крайней мере, мало вопросов, которые я не знаю, как решать. Я знаю, как все вопросы решат. Другое дело, что я знаю, что я решу так, будут вот такие последствия. Если я решу так, будут вот такие последствия. Если я решу так, будут такие последствия. Если я ничего не решу, будут такие последствия. В любом случае, будут последствия. Но как решать, знаю. За эти годы я более-менее сообразил. И когда я попадаю в ситуацию, где я не знаю как, не потому, что я не знаю как, а я не знаю как, чтобы решать, и последствий не было. Наверное, у вас такое не бывает? У меня бывает. И поэтому ко мне пришел один пастор однажды и говорит, пастор Генри, мне все плохо. Он говорит, если я так, будет вот так. Если я так, будет вот так. Если я так, будет вот так. Он говорит, нету нигде, где я решу и выйдет хорошо. Нигде. Что мне делать? Я сказал, слушай, с твоими мозгами ты у меня спрашиваешь. Я тоже не знаю, что делать. Но я одно знаю. Если ты призван Богом, мы сейчас помолимся. И поверь мне, твое призвание будет сражаться за тебя. Скажите со мной мое призвание. Скажи, оно будет сражаться за меня. Поэтому, перед тем, как вы большие аплодисменты дадите Давиду, да, за то, что он медведя убил, льва убил, может быть, вы не тому аплодисменты даете на самом деле? Потому что, мне кажется, он сам был в шоке. Лев в шоке, медведи в шоке, Давиды в шоке, ягняты в шоке. И Саул, который услышал, в шоке, папа в шоке, все в шоке. Как? Поэтому, когда царь Саула услышал это, у него вопрос, он снял вопрос. И посмотрите, что Саул сказал. Пусть Бог твой, который, он сразу понял, защитил тебя от льва и медведя, да будет он с тобою. Он понял, за этого мальчика сражается Господь Бог. А зачем Бог сражался за Давида? Не потому, что у него волос, как у Игоря, нет. А потому, что Давид, на нем было величайшее призвание, предназначение, которое Бог поместил. И Бог не за Давида сражался, он сражался за призвание, которое на Давида. Кто-нибудь меня понимает или нет? И выходит, что у Бога был депозит. Знаете, когда приходишь в банк, деньги оставляешь, да, они там. Когда услышишь проблема с банками, сразу хочешь знать, тот ли банк, где твои деньги. Да, вот смотришь, я помню, когда у нас были церковные деньги, были в банке возрождения, какой-то банк был такой, ведро джиня. И я вечером смотрю на новость, говорю, банк ведро джиня, там ставлен на путь, как называется, административное. И я сразу, в Антинова, там и наши деньги, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Побежали утром, они всегда обещают, имея в виду, вы ничего не получите. Потому что там что-то было наше. Бог сражался за Давида. И когда ты призван, твое призвание будет сражаться за тебя. Маленькая корректировка. Сражаться за тебя не имеется в виду против людей. Призвание Божие не воюет с людьми. Никогда. Призвание людей будет сражаться со львом, с медведем. И Голиаф, это уже было цель, то, ради чего Давид в царство. Сражаться за страну, как царь, а против врагов страны. Потому что некоторые люди пытаются включить свое призвание в сражение против своих каких-то неприятелей. Не работает. Бог не губит неприятелей твои, используя призвание, которое на тебе. Никогда. Поэтому человек, который по-настоящему призвание, он очень медленный на громких выражениях своих каких-то, потому что он не должен позволять, чтобы призвание на нем ударило людей. Это слишком большой удар. А когда вы видите людей, которые машут везде, там угрозы, не переживайте. Там ничего такого как такового нет. Потому что там, где что-то есть, они не машут угрозами. Никогда. Они понимают силу. Вы знаете, что профессиональный боксер может драться где хочет. Но если он побьет человека, его имеют право арестовать. Даже если на него напали первые, он не имеет права. Потому что удар у него большой. В Царстве Божьем то же самое. Я не имею права использовать. Есть много случаев, когда иногда у меня есть какое-то желание использовать свое призвание для удара. Не имею я на это права. И все, которые помазаны здесь, имейте в виду, вы тоже не имеете. А как же со мной будет, как с ребенком? Не переживайте. Помазание, призвание, твое предназначение будет за тебя сражаться. Кто-нибудь будет, скажите со мной, аминь. Второе, что делает предназначение с Давидом. Предназначение повел Давида, как Иисуса. Иисуса в пустыню. А Давида в пустыню. И за ним стал гнаться Саул. А за Господа Иисуса кто гнался? Сатана. Если за Господа Иисуса гнался дьявол, за Давида Саул, я подозреваю, что это дело времени, как за тобою кто-то тоже начнет гнаться. преследовать тебя ни за что, ни про что, и непонятно с какого бока. Иисус, он пришел креститься в воде Иордан. Выходит, наполнился духом. Вся вина Иисуса наполнился духом. И Иоанн указал на него, что он призванный, и все. В этом его главная вина. И дьявол сорок дней терезает его. Иисус понимал, что это надо, поэтому он не жаловался, что, Боже, почему ты меня оставил один на один с дьяволом? Нет, он прошелся. Отлично, прошелся. Давид то же самое. Это я называю, предназначение твое поведет тебя на обучение. Скажите, обучение. Скажи, я нуждаюсь в обучении. Скажи, соседи, слушай, будь милостивый ко мне, я еще обучаюсь. Скажите, обучение. Я вас не слышу. Вы сказали, на ужин или на обучение? Обучение. Да. Это важно, понятно. Потому что, почему Давиду нужно обучению? А потому что, когда Давид был призван царем, он не соответствовал. Он был, мальчик был, белокурим, после викинга, вообще не подходящий на такую большую должность. Да, но теперь надо его привести до соответствия. Скажи, если я не соответствую, скажи, Господь Бог поведет меня, чтобы я соответствовал. Потому что чаще всего мы видим, кем мы будем, к чему нас Бог призывает. Иногда мы дети, мы в первом классе, мы в садике, понимаете, мы в воскресной школе. Мы вообще не подходим. Мы еще не готовы. Мы далеко. Но это не значит, что призвание нереальное. Оно реально. Ну а потом надо образование. И, к сожалению, большинство предназначения выбрасывают во время образования. В образовании что бывает? Судья по жизни этого Давида, первое, гонят тебя несправедливо. Если я украду тебе конфет, и ты ко мне пришел, забрал мой шоколад, я скажу, ну ладно. Но если меня обвиняют, что я украл конфет, которые я не трогал, волны не бывают. Волны не бывают. Если я украл собаку, меня обвиняют, что я украл слон, несправедливо, но я что-то украл все равно. Но если ты не трогал. Но убеждают, утверждают, что ты украл. Это очень больно. И поверьте мне, любой человек, который способен пройти несправедливые ложные обвинения и остаться верующим, любящим Богом, исполняющим свое призвание, ищет Бога дальше, у тебя большое будущее. Люди, которые нападают на тебя несправедливо, не твои враги. Это те люди, из-за которых ты станешь великим человеком. Кто не будет меня слышать? Вы знаете, что сказал Саулу по отношению к Давиду? Он гнал, 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 гнал. И никак не получается. Он пытается убить Давида. Он и так, и так, и так. И он видит, что Бог за него сражается. А потом же у Давида был шанс убить Саула? Не сделал. У Давида был еще раз шанс? Не сделал. Его люди, был шанс, он сказал, не надо. И Саул говорит, теперь я вижу, что ты будешь царем. Он сам увидел, что бесполезно сражаюсь с Давидом. Его Бог защищает. Но когда этот злой дух приходил, оно накрывало его, он опирал в своих эмоциях, он уже слепой, ничего не видит, он гонится, 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 гонится. И получается, что обучение, оно двухсторонное. Первое, обучение дает окружающим понять, что этот человек имеет предназначение. Скажите, аминь. Второе, обучение помогает тебе убедиться, Бог за тебя. со всеми ударами ты должен был развалиться. Ты не развалился, без тобой Господь. Поэтому, заметите, обучение, оно многосторонное с целью помочь тебе. Или, по крайней мере, обучение покажет тебе, где ты еще слабенький. Вот здесь тебе еще надо подкрепиться. здесь у тебя любовь к людям еще не такое. Это было одно время, когда мне обучение пришло. Одно из вещей, что я уловил в жизни, это было я с людьми, не, я понял, что я умею с людьми общаться. Тактично схватает у меня. Я умею правильно оценить людей, но не любил людей. Вы не поймете это никогда. я умею понять человека, я умею уловить ситуацию, я умею правильно поставить оценки. Многих людей даже и этого нету. Они не умеют. А я это умел, но вот чего я не умел, любить людей. Меня люди раздражали. А я же пастор, понимаете, Бог меня призвал быть пастором, а люди меня раздражают. И наверное Бог сказал, школа еще будет, потому что ты будешь пастором, тебе надо любить людей, это главная твоя задача. А я их не могу переносить, уберя от меня людей, я что угодно сделал, кроме с людьми. Говорю, стоп, главная твоя работа с людьми. Я говорю, Господь, мне лечь собаками, скотами, чем с людьми. Я прошу, прощина, забери людей, это твои, дай мне что угодно другое. Нет, ты будешь с людьми. И когда я сказал да, я не знал, на что я согласился. Но что интересно, Божья школа успешная. Я смотрю на вас и вас люблю. Вы представляете? Вы я люблю вас больше, котов, хотя я за котов переживаю, которые но все равно я не люблю. На эти недели у нас пропали четыре котяти наши. Боже мой, я тут поднял охрану все. Я вышел в лесу. Я вышел искать, вдруг где-то сбил, что-то с ними произошло. Оказывается, было жарко, они спрятались на целые сутки в этих. И я их ищу. Вообще я начал ругать всех, я поднял администрацию, ищем вместе со мной. Она тоже ищет. Она махает, она понимает, что я единственный защитник, больше никого нет. Она уже знает. И мы вместе с мамашей ходили, мы искали, мы это... Они не кушали, вы понимаете? Они кушали вечером, и уже вечера их нет, они голодные, они умрут, не пили воду, ничего. И потом один из них там выходит, начал подтягиваться себе. Я думаю, вообще, ну, у вас совесть есть, ребят? Но при всем этом люблю вас больше их. Я только вас прошу, берите их, пожалуйста. Скажите, обучение. пастор Генри, да, я имею откровение, что я буду миллиардером для Господа. Молодец. Но вот смотрю на тебя, мне кажется, твоя школа будет болезненная школа, потому что ты миллиардер внутри, но снаружи еще не соответствуешь. А чтобы соответствовать, мне кажется, будет либо большая школа или предназначение умрет недостигнута. Вот мне понравилось, как один человек говорил, притом украинец, представляете, он говорит, в нашем обществе все хотят реформы, но главное, и недовольны, когда не проводят реформы, но главное, что они хотят, чтобы эта реформа меня не касалась. Я не знаю, вы слышите это или нет. Он говорит, мудрые речи он сказал, что все хотят реформу, 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 уберите коррупцию, но сам же несет деньги, и он пьет, едет за рулем пьяным, он же первый предлагает деньги полиции, а он требует, чтобы полиция не давала взятку. Вот получается, что соответствие Бог добьется, но путем твоего переобразования, а переобразования не из логких задач. Скажите переобразованию. Я вас не слышу. Что вы сказали? Вот вы меня видите на сцене, да, я говорю с вами тут по-русски. Я таким не был раньше. Вы не поверите, я ненавидел русский язык, я ненавидел русскую литературу, я ненавидел ничего, все русского ненавидел. Я даже колбасу ненавидел. Вы не поверите, я до сих пор не переношу колбасу. До сих пор. Но сейчас я не переношу колбасу, это ничего, оно не влиять ни на что. Но вот, когда Бог мне сказал начинать быть пастором, а я читал, когда я учился в Киеве, приносил книги из Англии, чтобы читать. Потому что я не хотел путать себя. Я уверен был, что вся литература в Советском Союзе направлена на обработку человека, чтобы он стал коммунистом. Поэтому я не читал. Кроме, чтобы сдать экзамен. Я прочитал Война и мир, сдали экзамен и забыл, как только мне поставили зачет. Что такое Война и мир? Что Лев Толстой хотел сказать? Не помню. Я закончил дело. Вы понимаете? И когда Бог мне сказал церковь, я понял, что я попался. И мне нужно обучаться, чтобы соответствовать тому обществу, куда Бог меня призывает. Благо, Украина оказалась обществом, которое сама не знало, кто она, и менялась, и мне легко было пригорь в их поезд, в поиске вместе с ними. И мне повезло. А так было бы вообще. Это было бы в Японии, где утвержденные какие-то вековые традиции, я бы мучился. Скажите со мной обучение. обучение. Третье. После обучения ошлифовка произошла, тогда Бог начинает давать тебе потихоньку войти в свое. Скажите Аминь. Теперь продолжаем сегодняшнее. Библия говорит, Еремия 29,11 написано так. Еремия 29,11 Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду. Заметите, Бог говорит, ибо только я, то есть больше негде консультироваться, кроме у Бога или у тех, которые получили информацию от Бога. Потому что информация только знает Бог. Он эксклюзивно заявил только я. Это значит, университет не знает, страна не знает, и никто не знает. но, Бог знает, скажите, только Бог. Тут начинается война между верой и атеизмом в сердце верующих. Потому что они верят в Бога, но консультируются не у Бога, а у тех, которые утверждают, что Бога нет. Вот эта смесь, вы понимаете, недавно я смеялся, в Египте, в Каире, в зоопарке, покрасили осла в виде зебра. Так, и жара началась, и краска начала течь. и люди начали замечать, что у зебра краска течет. Вы понимаете? И получается, многие христиане, почему они слабые? Потому что они не осла, вроде бы покрашены зебрами, но покраска течет. И вроде бы осел, вроде бы зебра, вроде бы верующие, вроде бы неверующие, вроде бы в Бога верить, но жизненные принципы не Божие, вроде бы по Богу, рожден от Бога вроде бы, но почему-то для своего достижения он не от Бога берет в сумки атеистов. Вот эта гибридность сделает тебя ловкой добычей дьявола. Поэтому когда Павел сказал, я хочу, чтобы ваша вера была в силу Божьей, не в человеческой мудрости, он не имел в виду, что невозможно верить в человеческую мудрость. Можно, но он говорит, я хочу, чтобы вы не оттуда брали. Можно оттуда брать, но я не хочу, чтобы вы оттуда брали. Там есть мудрые вещи. В буддизме мудрые вещи, в индуизме мудрые безречения, но оттуда мы не берем. Если мы с буддизма не берем, с индуизма не берем, и нечего брать у других тоже. Только потому, что они считаются престижными. Берите у Бога. Пастор Генита узко. Вы что, Бог узкий? Последний раз, когда я его знал, он творец вселенной и всех вселенной, галактики, все это он создал. И вы говорили, что это узко про Бога? Это значит, вы его не познали. Потому, что Бог не узкий. Он создал видимое и невидимое, и он никак не узкий. Узко не про Бога. Про университета да, но про Бога нет. Поэтому заметьте, Бог говорит, только я знаю намерение у вас. Намерение предназначения Божия, которое он имеет у нас, должно приносить первое благо. Скажите благо. Притом благо не только тебе. Потому, что часто, когда мы думаем, когда думаем о благо, мы думаем о том, чтобы мой карман был забит. Вы понимаете? Нет, это не благо. Это тоже полезно. Это обеспечение твоей жизни, чтобы было пропитание. Молодец. Но предназначение Божие не чтобы было что кушать, а приносить благо другим людям. я я если бы мне сказал Генри живи чтобы кушать, я скажу Бог можно я предложу чтобы я умер сейчас. Жить только чтобы кушать это называется потерянность. Один человек сказал так самая большая трагедия это не смерть, а жизни без смысла, без исполнения своего предназначения. Вот самая большая трагедия. Ресурс употреблял, на земле жил, ходил, важничал, смысла нола. Это трагедия. Во благо. скажите во благо. Конечно же принося благо людям и тебе будет благо. Потому что кто напояет других сам будет напоен. Это Библия так говорит. Я на прошлой неделе у меня было такое хорошее время я прослушал книгу притчи. Я вам скажу притчи такое богатство. То что мы друг друга там цитируем до около приблизительно нам упортим друг к другу около стихи которых в Библии на самом деле нет. А когда я прослушал притчи сам я не мог толком ходить ногой поэтому у меня выбора не было. Я не могу бежать Библии. поэтому сказал Библия я не могу ходить ты ходи надо мною. И вот Библия прошелся по мне притчи вообще потом когда уже ключи экклезиас я уже был закончен. Вот и поэтому я пришел к выводу что заметите что бог приносит благо для других. Мое предназначение это не чтобы кушать кормить своих детей семью близких и я скажу я закончу предназначение нет 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 ни одного сидящего здесь у которого предназначение кушать пить кушать ресторан кушать важничать кушать важничать нет этого благо не только тебе но прежде всего другим вы когда не будете видели дерево манго где вы видели последний раз когда вы залезли за забором украли чужое манго да какие у нас фруктовые дерева в украине яблоко вау вот я недавно встретил яблок скажите мне я вру или говорю правду хорошо недавно видел яблок который кушал своих яблоков прямо питался наслаждался своими яблоками прямо он говорил такие у меня плоды в этом году какие вкусные и я посмотрел и подумал яблоко так кушает как вы думаете я вру или говорю правду вы не знаете теперь я понимаю почему выборы в Украине такие бывают даже такой очевидной ситуации вы не можете ничего сказать повторяю я пастор генри шел по дороге увидел яблоко который наслаждался своими яблоками он достал оттуда потом оттуда и сам ел свои же яблоки такое бывает скажите плод на моей жизни это не чтобы я съел скажи это другие съедят но не я между прочим у нас есть свои яблока я вам разрешаю кушать помолитесь сначала перед этим у нас тут есть яблоки я не знаю хорошие они или плохие поэтому предназначение твое оно для того чтобы другие люди питались и поверьте мне они сколько раз люди подходят к яблоку срывали и даже не повернули сказать яблоку спасибо да срывали едут и идут кушают вообще не спасибо ничего и поверьте мне и вам тоже с вас будут срывать и не спасибо вообще ничего потому что они считают это задолженно так вопрос на который вы опять будете мне отвечать почему вы сегодня сюда пришли два варианта ответа вариант номер один вы пришли к пастору генри это ответ номер один вариант номер два вы пришли к призванию божьему который на пасторе генри вот сейчас мы проверим вопрос зачем вы сюда пришли вариант первый к пастору генри вариант номер два к призванию божьему который на генри мадава забываем слово пастора который напарен по имени генри мадава так теперь сейчас будем голосовать за что вы сюда пришли ответите мне два или один я понимаю почему украина в тех бедах которые мы имеем политики ни при чем это народ который не определен вы сюда не пришли к пастору генри мадава он вам сто лет не нужен откуда я знаю я счастлив гулял по кига никто из вас меня даже не приветствовал вы знаете почему потому что я вам не интересен вы знаете почему вы здесь вы пришли не ко мне если призвание которое на мне сейчас бог заберет поставить на катю например вы скажите господин генри вы могли бы тут на сиденье для вас садитесь пожалуйста катя на тебе микрофон вы меня понимаете да потому что не я вам нужен вы не ко мне пришли я это знаю вы не думаете я слепой я в курсе я в курсе я вам сто лет не нужен конечно потому что вы переплетаете призвание и генри сам человек да поэтому временами вы можете путать но при необходимости вы отделите четко я тоже об этом знаю и это правильно смотрите нам нужен призвание боже на тебе а потом мы замечаем тебя после мы не замечаем тебя потом твое призвание мы замечаем призвание мы замечаем предназначение мы замечаем дари мы замечаем способность мы замечаем все что у тебя есть потом смотрим а на ком это все сидит на такого парня вот да поэтому хочешь быть важным развивай своих даров развивай свое предназначение, развивая свое призвание, даже собаки и коты будут за тобою ходить. Никто не ходит за хорошей прической. Никто не ходит за твои голубые глаза, кроме сходить жениться или выходить замуж. А так нет. Ходят за дар, за призвание, за предназначение, за способность, которая на тебе. Вот зачем сюда вы пришли. Дал вам свободу сказать то, что вы думали, но вы боялись сказать, потому что думали, что пастор Генри обидится. Я не обижаюсь. Потому что я знаю. Смотрите, во благо, не на зло, и дать вам будущность и надежду. Твоя важность в церкви, в Киеве, в любом месте, это не за твою прическу. Это не за твои носки, туфли, а за то, что на тебе. Если оно развито, оно нам надо, не развито, и тебя никто не заметит. Это, по-моему, я слушал ТДДX говорить, что он стоял, журналист к нему подошел, ему задают вопросы. Он говорит, я важно, тут пытаюсь отвечать, микрофон передо мной. Говорит, я набираю первое слово, журналисты исчезли. Все, как будто меня даже ничего не спрашивали. Я подумал, что случилось? Повернулся. Заметьте, вошла опра Уинфри. И он уже, ТДДX уже не нужен. Кто-нибудь меня понимает? Не потому что у Уинфри опра другая прическа, наверное другая, в отличие от ТДДX. ТДДX, да, у него прическа. Но не за прическу дело они бежали, а за ее дар, что у нее есть. И поэтому, когда ты родился, Бог дал тебе такой компот. Компот тех даров, которые тебе нужны, чтобы ты состоялся. Переназначение в Боге. Бог дал тебе предназначение. Ты больше, чем ты видишь. Если спрячешь свое предназначение в цели жизни, ты вор по отношению к твоему поколению. Ты большой вор. И воров наказывай. В Матфея 25 глава встречаем одного вора, который не думал, что он вор. Матфея 25 глава, стих 14. Библия говорит так. Ибо он поступит, это Бог поступит, как человек, который, отправляя в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. Переназначение. Даров и талантов. 15. Одному он дал пять, второму два, а иному один. И отправился. Каждый из нас, мы что-то имеем. Когда он отправился, вот что произошло, что 24 стих. Тот, который получил пять, конечно, пошел, заработал еще пять, который два, заработал еще два. Их похвалили. Получил один, пошел. Вернулся и сказал, я знал тебя. Ты жестокий. Жнешь, где не сеял. Собрешь, где не рассыпал. Поэтому, 25. Я убоялся. Пошел. Скрыл талант. Вот тебе твое. Короче, с твоим поручением прожил жизни, ничего не сделал. Так. Теперь смотри на реакцию Бога. С этого господина он представляет Бога. Он говорит, ага, вот как. Ты, 26 стих. Ты знал, что ты лукавый и ленивый. Скажите, лукавый и ленивый. Еще раз. Человек, который не исполнил ожидания и обвиняет других, почему он не исполнил, Библия таких называет лукавыми и ленивыми. А почему ты не участвовал? А мне не дали, а мне не разрешили? Лукавый и ленивый. У нас политика такая, у нас страна такая. Лукавый и ленивый. И все лукавые и ленивые, да, скажут громкий амин. У него аргументы вроде бы в том-то заключается его лукавство. Что он умеет играться с аргументами, чтобы себя оправдать. Лукавые и ленивые. Но он и говорит, не это главная беда. Говорит, ты знал, что я там шну где не сею, собря где не рассыпал. Дальше говорится, посему надлежало тебе использовать то, что я тебе дал. Ты принес бы мне ползу. Тут написано прибылью. Бог наш требует прибыль. 28. Он говорит, возьмите у него талант. Это для него еще не беда. Беда еще не началась. За то, что он не исполнил. 29 стих. А ибо всякому там отнимется, дается, ну ладно. 30-ю. А негодного раба, которому я дал предназначение, даудари, дау талантик, он не использовал. Смотрите, что с ним произошло. Выбросите во тьму внешнюю. Так будет плач, скрежет зубов. Вот это плач, скрежет зубов, читайте в Новом Завете. Оно касается людей, которые брошены в аду. Плачет, скрежет зубов. В Библии говорится про людей, которые в аду. Ад. Это в Новом Завете. Божьи предназначение, это то, ради чего ты родился. Ты не сделаешь, закопаешь, найдешь аргументы, почему не делать. Смотрите. Мы спасены, потому что мы рождены свыше. Скажите аминь. Рождение свыше – это шаг. Мы остаемся спасенными, потому что мы послушными. Мы послушные. Скажите послушание. Сохранить меня спасенным. И одно из главных послушаний – это исполнять то, ради чего ты был спасен. Не надо шутить своим предназначением. Конечно, если человек вырос в церкви, где главное – спасаться. Вот, с малого стада, держись, Господь за тобой придет. Конечно, то, что я говорю сейчас, это абракадабры, египетские. Но в любом случае, Библия не меняется от этого. Не меняется. А я только хожу в церковь, у меня ничего не надо. Переживаю за тебя, потому что ты в опасной зоне. Во время войны есть зона опасная. Лучше там не это. Ночуют не в опасной зоне. Если ты в опасной зоне, неужели я спать. Спать, когда ты уже в безопасной зоне. Заметите. Если ты не исполнил свое предназначение, ты воруешь у своего поколения. У них другого варианта – пережить то, что ты должен был принести, у них нет. Мне понравилось. Один человек сказал так. Бог спрятал мужчину в мальчике. Бог спрятал женщину в девочке. Вот я иногда обижаюсь на мою маму, конечно. Потом прощаю ее. Потому что моя мама, у нее одна проблема. Она не может видеть меня мужчиной взрослым. Она только закрывает глаза, и меня видит маленьким, кого она мыла. Вот такая маленькая. Пампер стесняла меня мой. Она говорит, мама, я уже не этот. Ну, для меня всегда будешь таким. Нет, неправильно. Я так всегда не буду. У родителей есть проблемы. Они не могут поверить, что мальчики растут и становятся. Что это мальчик был просто костюм, который хранил мужчину, который был внутри. Помните себе, когда вы были маленькой девочкой? Вы ходили в первый класс там или где-то. Все любовались вами. Вот. Хочется, правда, туда вернуться, теперь никто не любуется. Вот. И получается, что в этой маленькой девочке там женщина спрятана. Ее надо развиваться. Ее надо проявляться. Станьте, пожалуйста, тем, кем Бог хочет тебя видеть. Проявляй женщину, которая в тебе. Проявляй мужчину, который в тебе. Проявляй предназначение, которое в тебе. Только, пожалуйста, не оставайся девушкой в 48 лет. Маленькая девочка уже в 48 лет не подходит. К этому времени уже надо, чтобы мы увидели мужчину, женщину. В конце концов, как-то время уже требует. Пожалуйста, проявляйте все, что Бог вложил в вас. Возникает вопрос. Как найти свое предназначение? Это очень большой вопрос. Я попробую сегодня ответить на этот вопрос. Два аргумента дам. Продолжу в следующий раз. Как найти? Потому что я понял, мне надо. Но как найти то, ради чего я живу? В филиппинцам 2.13, Библия говорит так. Пацанок филиппинцам. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие. По своему благоволению. Смотрите. Бог производит. Для того, чтобы библейские слова понимать правильно, нужно иногда медленно читать. Вот эта спешка дает нам пропускать. Так. Бог производит. Кто-нибудь был на производстве когда-либо. Производит это не так. Взял, положил. Это не производство. Иначе было бы написано, Бог положил. Вы меня понимаете? Производит означает процесс. Сейчас проверю. Что произвели в этом термосе? Угу. Производили чай. Это взяли в воду, откуда-то купили. Кипятили. Добавили зелёный чай, судя по вкусу. Добавили мёд в горячий зелёный чай. То, чего нельзя. И дали пастору Генри. И пастор Генри попробовал. Целое производство вошло. Скажите, Бог производит во мне. Имеется в виду, Бог запускает процесс определённой работы. Он работает в тебе до тех пор, пока не появится в тебе определённое хотенье. И действие. Имея в виду способность исполнять это хотенье. Бог производит, работает, трудится. Поэтому я встречаю Моисея, позже к нему придём. К которому Бог открывает, что он хочет для него. А Моисей ещё не готов и не согласен. Почему производство не закончено. Я знаю людей, которые Божье производство не закончено. Они не соглашаются с Божьим зовом. Не потому, что это не от Бога. Просто производство в них ещё не закончено. Бог производит в сердцах наших. Он работает внутри человека. Эффективно работает. Для того, чтобы желание появилось внутри сердца человека. Чтоб человек мог исполнить то намерение, которое у Бога. Вот представьте себе. Я в Африке сижу. Да, кушаю там фрукты, бегаю. Мне сказали, что на первый класс я пошёл. Цель у меня была закончить мой класс. Закончил, потом цель была началась с 8 по 13. Закончил поспать в университете. Закончил. И в этом университете, слушаю, поступил в университет. Вообще уже я в поезде как положено. В отпуск еду. Вопрос закрыт. Билет есть, гостиница заказана, всё есть. И вот я сижу в университете, учусь на фармацевт. И думаю однажды, для чего я живу, да? Ломаю голову, понимая, что нужно к Богу. Принимаю Иисуса, крещение Духа Святого. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Но не ответил на вопрос, зачем я живу. Я просто покаюся. К сожалению, большинство церквей похоже на Генри Мадава. Для чего я живу? Покаяться, принять Иисуса. Покаяться, принять Иисуса уже в раю дошёл. Вопрос больше нет. Оказывается, есть вопрос после. И Богу уже по его милости. Сижу, думаю, а чего я учусь на фармацевте? Она мне сто лет не нравится. Хорошая зарплата. Но больше ничего. В Зимбабве с фармацевтами, в основном, индуси. Я в классе, где сплошные индуси. Это их, понимаете, в Зимбабве, это их национальные, обычные фармацевти, это индуси. А я с этими индусами сижу. Дело не в индусах было. Дело в том, что не моё. Что я тут делаю? Я говорю, если бы я на самолётах учился, это было бы моё. Просто так себе. Прихожу домой на выходные. Папа покупал газеты. Собираю газеты. Открываю. По-моему, газета четверга была. Приглашаются студенты учиться на инженера самолётов. Думаю, ну это какая-то шутка, ладно. Оставил. Разговариваю с папой. Папа меня спрашивает, как дела в университете, как то, как это. А я ему рассказываю про моих друзей, индусы новые. И мы общаемся. И поднимаю газету. Взял ножницы. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. В карман. Многие из вас делают в МАУ. Вот я попал в МАУ, столько журналей отрезаны вообще, что вы оттуда отрезали. Я открываю журналы МАУ, они не успевают, наверное, заменить иногда. Режу это, убираю. Но ничего. Я отрезал, взял. Решил написать письмо. Написал, отправил. Думаю, Бог, может быть, кто его знает. Отправляю. Ответ есть. Ух! Это вообще. Меня приглашают на встречу. Приезжаю. Говорит, вы подходите. Говорит, вы что? Это что, шутка? Говорит, нет. Я говорю, ну может же быть такой. Говорит, единственное, нам нужно письмо от вашего. Потому что вы уже учитесь в университете, уже надо письмо. Прихожу к руководителю фармацевтического департамента. Оно было при факультете медицинского. Говорит, пожалуйста, я не понимаю, но Бог у меня, он верующий, молодец, слава Богу. Хотя бы он англичанин, молодец. Такой англичанин, без красоти, но с мозгами. И вот я ему говорю, скажи, пожалуйста, ты можешь мне дать вот это письмо? Он говорит, ты понимаешь, как это несправедливо? Какой-то ребенок мог бы поступить. И за тебя не поступил. Ты занял его место. Теперь ты покидаешь. Сижу, он вычитывает меня. Как положено, но он англичанин, не может меня отказать. Дал мне письмо. И апракадабра раз я попал в Советский Союз. Первым делом не понравился. Не понравился вода, не понравился полотенце, не понравился зубная паста, не понравился как плюют, не понравился общежитие, не понравился много чего. И все не понравилось. Кроме скумбрии. Кус скумбрии. Они не знают, что такое скумбрии. Потому что они родились, когда лосос появился. Тогда была не лосос и не съемка, а скумбрия. И азербайджанский чай. Причем азербайджанский чай. Грузинский тоже. Ай-яй-яй. Оказывается, я вошел в свое предназначение. В предназначение. Скажи, да, аминь. Я как будто случайно попал. Как будто все случайно, но с неба какой-то великий дирижер двигал все это дело. Меня хотели в Ташкент отправить. А все, кого отправили в Ташкент на русский язык, отправили в Рига. То есть был такой Ки-га. Было Рига и Ми-га, московское. А сказали, если в Киеве, нужно там учиться, в Киеве. Но я приехал в октябре, потому что было в Чернобыле тут. И поэтому же сказали, позже нас привезли, потому что дела чернобылские более-менее закрылись. В октябре привезли, учеба начнется в сентябре. А группа для иностранцев была только в Киеве, а не в Ташкенте. Опять великий дирижер все делал. И попал в Киеве. И вышел на улицу, Боже мой, я в Киеве. И не зная, что оказывается, Бог, это Он во всем этом меня двигал. Скажите со мной аминь. Я вас не слышу. Скажи, Бог производит. Скажи, Он работает. Если Бог может взять парня с Африки, направить в Киев, исполнить предназначение, тем легче Ему вас взять, исполнить свое предназначение через вас в своей же стране. Скажите со мной аминь. Бог производит. Оно такое желание глубокое, что когда оно появляется, у тебя не хватает ни силы, ни ресурсы противостать этому желанию. Оно большое, что охватывает твое сердце. Оно настолько большое, что противостать этому желанию нет. Стоп. Я не имею в виду желание, как желание кушать. Понимаете? Не то же самое. Желание кушать, можно противостать. Достаточно пригласить медведя к вам домой, и он вуу, и голод исчез. Вы понимаете? Поэтому не такое желание. Есть желание, которое такое глубокое, что может вызвать слозы в твоем сердце, вызвать, чтобы ты плакал, ты не спал по ночам, и ты не можешь объяснять, в чем дело. А потому, что это желание, оно глубже, чем просто логика у тебя в голове. Есть такое, что Бог производит, что горит внутри тебя. Оно не горело с момента твоего рождения сразу. Бог начал производить в тебе. Целое производство. Поэтому получается, человек идет учиться на кого? На строителя. А сам предназначение не связано со стройкой нигде. Ну, я пример. Самолет, а мое дело не связано с самолетом никак. Но я рад за самолет. Они помогли мне логического мышления. Ну, я мог бы тоже логическое мышление учиться в чем-то другом. Я мог бы быть физиком или математикой, логика тоже там, немаленькая. Но в любом случае, главный вопрос такой, внутренне глубокое желание. Что у тебя горит внутри тебя. Вот тогда, когда ты не обижен на пастора Генри, когда ты не обижен на соседей, на сотрудников, у тебя мир в сердце, покой, равновесие, ты ничем не подавлен. Что у тебя постоянно горит внутри тебя. Что? Вот это не выбрасывай. Аллилуйя. Что за желание это? Исход 3 глава 6 стих по 9. Что за желание? Почему оно такое горит? И сказал Бог, он разговаривает с Моисеем, Моисей, да, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, та-та-та-та-та-та-та. 7 стих. И Бог говорит, я увидел страдания народа моего. Это Бог видит. Не Моисей, он ничего не видит. Я увидел в Египте, я услышал вопли его от приставника его. Я знаю скорби у вас, Моисей. И я иду избавить его от рук египтян, вывезти его из земли сей в землю хорошую. Это не то, что Бог, ему надо перед кем-нибудь хвастаться. Но Бог хочет сделать, чего мне? Иди, сделай. А почему Бог приходит и разговаривает с Моисеем? Потому что Бог хочет переложить его желание в сердце кого? Моисея. И он говорит, я иду избавлю его, введу в землю, где течет молоко и мед. Я это сделаю. Я Господь. От десятий стих, смотрите. И вот, пойди, я пошлю тебя. Скажи, Бог забирает желание, которое в его сердце. Скажи, он переложит в моем сердце. Еще раз, скажи, Бог берет свое желание, которое у него в сердце, и переложит в моем сердце. Вот в этом суд производит хотение и действие. Это хотение, это желание началось не у тебя. Это хотение, это хотение началось у Бога. Если оно началось у Бога, и оно попало в мое сердце, и я его уловил, что это Бог, тогда прошу прощения, нету ничего на земном шаре способно меня после этого остановить. Если я узнал, откуда оно началось у Бога, Творца Вселенной, и Он перешел во мне, тогда да здравствуй мир. Или же, Бога не понимаю, или же, если это от Него началось, тогда кого бояться, тогда кто против нас, тогда у кого какие-что, вообще мелочь. Заметите, когда я, вы заметили, как я запутанно сказал, тогда я ни к чему, по-новому. Я раньше, когда я молился, наверное, вы тоже, Бог в небес. Знаете, что я думал? Я имел в виду на самом деле, я имею в виду Бог, который в облаках, или чуть выше облаках, вот Бог, который обитает за облаками. А вот я часто люблю такое. И я вот сегодня, сегодня стоял в лесу, молиться перед Богом. Вот я себе ехал на работу, и думаю, вот внутри меня. Я еду, я уже сказал на работу, я буду через минут 15, я там буду, то, 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 делайте. Я буду на месте, по-что-то, еду, и тем ближе я иду, тем больше. У-у-у, 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 а я пастор давно. Я знаю, когда это есть, не игнорирую. И подначение к вам тоже не игнорирую. Вот, вы можете со мной воевать, ударить меня за этого, мелочь. Это есть, не игнорирую. Не зависит от того, о ком речь идет. Вот поэтому пошел в лес, куда, не скажу вам, не ваше дело. Пришел. И что удивительно, я вышел с машины и вошел далеко себе, где, в кустарях где-то. И какой-то присутствии, Боже, как будто меня ждал там, вы понимаете. И я начинаю вот думать, где Бог? Он творит с чего? Если вы когда-нибудь смотрели телеканалы, национальной географии или дискавери, понять, что такое космос, что такое галактик, что такое вселенное. Вы меня понимаете, да? И сейчас утверждают, что, возможно, есть больше, чем одной вселенной даже. Уже не только галактик, а вселенные. И я понимаю, что Бог за пределами всего этого. Какой же Он большой. И первый, это в лесу. А я его сын. Я не знаю, вы это... Я твой сын. Если бы это Бог, который как самолет, который пролетел мимо и водит домой, папа-то... Ну, слава Богу за это тоже, но... Но это Бог, который выше облаков, выше нашей атмосферы, выше нашей Солнечной системы, выше всей галактики. Вот окружность, которая дальше, 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 еще дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше. Короче, после смерти дистанции, куда нам двигаться, далеко. О! Солнце, свет, 8 минут от Солнца к нам. Значит, следующая еще Солнечная система может быть еще 8 минут, если со скорость Солнца. А если есть много галактик таких, это 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, не знаю, сколько там минут будет. А если еще другие вселенные, неизвестно сколько, наверное, надо годы. О-о! О! О-о! И я его сын. Кроме этого, во мне он вложил его поручения. И он за этим поручением следит, чтобы получилось. Вы понимаете, в этот момент я себя чувствую, как будто нет границ, нет ограничения. Нечего бояться на земле. Все, что меня расстраивает, это укус комаря. Вы понимаете, я тратил время, сон от укуса комаров. Я его сын, он мне что-то поручил, вот этот Бог. Поэтому Библия говорит, Павел сказал, если Бог за нас, скажите, если Бог за меня. Еще раз скажи, если Бог за меня, скажи, то кто против меня? Кто не имеется в виду соседей? Нет. Имеется в виду, нету нигде ни одной силы во всей вселенной, которая способна идти против того, кто за тебя. Вывод. Гарантия самая мощная. Рискни для Бога. Двигайся, делай, потому что гарантирующий он большой. Даже слово большой – позорное слово по отношению к нему. Не может нарисовать достаточно. Бог вложил в сердце Моисея. Реакция Моисея. Нет, не могу, не буду. Что это говорит? Не готов. Производство не закончено. Теперь смотрите, к Евреям 11 глава, 24 стих, когда производство закончено. Верою Моисея, придя в возраст, отказался назвать сыном фараона. Скажи, когда я прихожу в возраст, это означает, производство закончено. На том уровне у него была вера, достаточно отказаться быть сыном фараона, дочери фараона. Но позже, когда он уже взял народа, вывез из Египта, 27 стиха, он оставил Египта с народом, не боялся царского гнева, ибо он был… Вы говорите, а это же не говорится о том моменте, когда он убежал от фараона. Нет. Почему? Потому что почему он убежал от фараона? Он боялся царского гнева. Когда Моисей убежал от фараона первый раз, почему он убежал? Боялся. Так или нет? Иначе он не убежал бы. Тогда, когда же Моисей вышел из Египта без страха? Это не первый выход, а второй. Тогда он без страха вышел. Почему? Дошло. Вы понимаете? Производство доработало. И Моисей, и призвание Божие не различать. Моисей, выход из Египта становилось одно. Моисей уже жил своим предназначением. Неемия, первая глава, второго стиха, к Неемию пришли люди, братьев его, и говорят, вот, что там в Иерусалиме? Они ему сказали, которые остались от плена уцелевших в Иерусалиме. Третий стих, он, они сказали, оставшийся, который остались от плена, находится в стране своей, в великом бедстве и уничижении. Стена Иерусалима разрушена, ворота его сожжена огнем. Четвертый стих. Услышав этого, я сел, заплакал, печален был. Люди, которые ему передали, ни слезонка, ни... Нет, наверное, что такое слезонка? Это орган тела. Хорошо. Орган тела слезонка и селается во имя Иисуса. А вот это, которое через глаза, что это? Слезинка. Разница в И и О. Хорошо. Слезонка и селается во имя Иисуса. А слезинка. Эти люди, которые принесли ему информацию, не слезинку. И те, которые слышали вместе с ним, с ним не слезинка даже, а он рядает взрослый мужчина. Почему? А потому, что Бог взял свою плачь об Иерусалиме и переложил в сердце Немия. И он плачет слезами Господа Бога. В этом же основа настоящего ходатайства. Если ты когда-нибудь войдешь в ходатайство глубоко, ты начинаешь чувствовать то, что чувствуют те люди, за которых ты молишься. И ты начинаешь переживать то же самое, что они переживают. Немия плакал. А люди, которые несли эту новость, не говорится, что они слили всю дорогу с Иерусалима и плакали по дороге. Нет. Они себе кушали там яблоки, кушали апельсины. Их вообще не трогало даже и никак. А когда Немия услышал, он заплакал. Поэтому вот, что вызывает слезы у тебя? Меня обидели. Нет, это не предназначение. Это не считается. Чем душа охвачена? Это Бог целое производство проводил внутри тебя, чтобы появилось это хотение кудействию. И что интересно, когда это хотение Он дает, мы не сегодня это рассмотрим, в следующий раз, Он дает и способность выполнить. Мы потом найдем, чем нужно исполнить свое предназначение. Номер два, заканчиваю этим. Как мне найти свое предназначение? Кроме производства сердечных, которые Бог дает тебе. Книга Еремия, первая глава, первый стих Библии говорит так. Еремия 1.1. Написано. Еремия, да, Господь, что ты видишь? 1.11. 1.11. И он говорит, я вижу. 1.11. Еремия. И было слово Господь ко мне, что ты видишь, Еремия? И сказал, вижу жезл миндального дерева. Так. А в 12 стихе Бог говорит, верно видишь. Скажите, верно видишь. Он говорит, верно видишь, ибо я. И Бог начал ему рассказывать, что он будет делать. Ты верно видишь. Заметите, что ты верно видишь. Говорит о том, к чему Бог тебя призвал. Твое предназначение. Что ты видишь. Правда, можно пройтись по улицам, и один человек увидел, увидеть много мусора, который можно было собрать и использовать, и больше он ничего не видел, кроме мусора. Он скажет, я прошелся по Киеву, там столько мусора свободный, я бы его собрал, вот мусор, вот там мусор, там такой, там столько. А другой скажет, я столько бутилок видел, столько бутилок, столько бутилок, потому что его жизнь связана с этими бутилками. Что ты видишь. Заметите, что иногда Бог, когда производит хотенье в наших сердцах, мы потом кое-что видим. Скажите, вижу. Я вас не слышу. Еще раз. Еще раз. Вы знаете, что вы все смотрите на сцену? Вы видите разные вещи на сцене. Кто-то из вас видит, что на сцене находится много проводов всяких. Кто-то даже не знал, что есть провод на сцене, пока я не сказал. Кто-то видит пастора Генри, кто-то даже не заметил, что есть пастор Генри, пока я не сказал. Голос слышу, но ничего не вижу. Скажите, я вижу. Еще раз. Еще раз. Но главный ключ, надо верно видеть. Верно. Мы все можем видеть. А вот я взял, это, мой дедушка одевал очки. И я, молодой пацан, мне интересно. Взял его очки, смотрю и говорю, господи, на мою сестру. Я говорю, сестра, теперь я знаю, как ты выглядишь. Вот. В очках, она такая уродливая, через очки дедушка. Я говорю, вот, я не хочу на тебя смотреть без очков, только через очки. Потому что вот ты такая настоящая. Просто, ну как, моя сестра. Мне нужно было найти, когда-нибудь ее тоже как-то. Я говорю, вы хотите знать, как выглядит моя сестра? Нет. Так, как вы смотрите, не так она выглядит. Через очки настоящие она. Дай очки. Вот она настоящая. И подрались мы. Короче. Удивительно, за что дерутся. За мелочь. Сейчас, конечно же, мы вспоминаем это, нам жалко. Как это я мог тебя бить? Я говорю, вот, ты меня бил ни за что. Я говорю, нет, было за что. Ты всегда как-то. Ну ладно. Я видел, но неверно. Неверно. Я никогда не забуду, однажды подрался с одним парнем в школе. Потому что мне показалось, что он обо мне плохо говорит. Я даже не выяснил. Я подошел к нему, сказал ему, хватит ничего говорить, молчи. Он на меня смотрит, о чем ты? Молчи! И мы подрались. Я позже выяснил, что он обо мне ничего плохого. Вообще. Я видел, неверно. И подрался. Из-за неверного взгляда. А я подумал, зачем я дрался? Какая цель? А Бог знал, что я стану пастором. Чтобы этот мальчик получил награду на небо. Я его ударил, чтобы я научился не торопиться ударить людей. Пока я не выяснил. А ему надо было это на себе принять. Бог благослови его. Надо верно видеть. Скажите, верно видеть. Верно видеть. Сколько раз мы через очки эмоций, очки рабочего дня, очки зарплату не дали. Через очки меня придавили в метро. Через очки со мной не разговаривали. Через очки разные смотрим на ситуацию и неверно видим. Один из главных качеств лидер. А я не лидер. Все мы лидеры. Первый, перед кем ты должен быть хорошим лидером, это быть лидером для самого себя. Если ты неверно видишь себя, неверные оценки, первое, кого ты ведешь в жизни, это тебя. Значит, ты неверно себя ведешь. И получается, что Исаия, 6 глава, 1 стиха, Бог помогает Исаия верно видеть. И быстро пройдешь. Первое. Исаия говорит, в смерти царя Аузии, в годе смерти царя Аузии, я увидел Господа. Скажи, увидел Господа. Он говорит, он сидящий на престоле, в высоком, превознесенном, края резьего, наполненный весь храм. Короче, он увидел Бога. Первое, что надо, чтобы верно видеть, надо правильно кого видеть сначала. Если я сначала увижу Бога, я верно увижу все остальное. Если я сначала не увижу Бога, я запутанно увижу все остальное. Глаза, чтобы они правильно увидели, им нужно сначала увидеть Бога. Вы знаете, почему вы правильно видите, что человек на стене, это пастор Генри? Вы знаете, почему? Потому что сначала они меня видели, сначала вы увидели Бога, который на мне. Вау, тут Бог. И теперь, вы смотрите на меня, и вообще. Это же наш пастор, конечно, но о чем речь? Это же пастор Генри. Приветик, пасторчик. Вот. Человек, который Бога не увидел, увидит меня, скажет, как? Это я часто читаю в фейсбуке, да, после собрания. И говорит, как? И кого вы там слушаете? Негра, что ли? Прямо в фейсбук. Да вы что, вы с ума сошли? Почему так относятся? Бога не увидел. Если я смотрю на любого человека и не увидел Бога сначала, я увижу искаженные вещи. Я увижу искаженные вещи. Если вы ко мне подойдете, с претензиями ко мне. Часто бывает такое, что ко мне с претензиями. Но только с претензиями ко мне приходят, больше ни с чем. Я стараюсь искать, где тут Бог? Господь, где ты? Господь, где ты? Потому что если я не успею уловить, где Бог, мои эмоции взорвутся. И как только я нашел, где Бог, ой, спасибо, ой, хорошо, теперь я увижу и услышу правильно. Что не буду сказать, аминь. И поэтому перед тем, как вы примете какие-то глобальные решения, которые вы можете подозревать, что это решение может оказаться глубочайшей ошибкой, не торопитесь. Ищите, где тут Бог. Где ты? Бог, ты где? Да, там обо мне пишут в газете, я хочу реагировать, но ты где? Если я тебя найду, я тебя увижу, тогда я снова прочту и отвечу правильно. Кто-нибудь меня слышит. Потому что невозможно увидеть Бога, и сердце твое не поменялось. Невозможно. Невозможно. Поменяется сердце. Второе. Там написано, когда он увидел, и там он увидел не только Бога, второй стих, говорит, вокруг него стояли серафимы. Атмосфера. Скажи, атмосфера. Атмосфера. Я вас не слышу. Атмосфера Божьего присутствия. Где серафимы и все прочее. Атмосфера Божья. Храни атмосферу Божьей внутри себя. Это атмосфера Божьей, когда она есть, она помогает тебе правильно видеть. Атмосфера. Божья атмосфера какая? Это атмосфера плода духа. Это атмосфера, где я терпелива к людям. Это атмосфера, где я уважаю. Это атмосфера, где я люблю людей. Терпение. Все как плод духа. Характеристики Божьи внутри меня. Я сохраняю эту атмосферу, чтобы верно видеть. Если не будет этой атмосферы, я не буду верно видеть. Третье. Когда он увидел Бога и атмосферу. Третье, что он увидел, это свою греховность. Он говорит, он посмотрел на себя, а у него проблема была со словами. И не только со словами. И атмосфера его плохая. Он говорит, я человек с нечистыми устами. И люди живут среди народа с нечистыми устами. У него был город, где все нецензурные слова использовали в речи. Исайя. И когда он это сопоставил, мне жалко людей, которые ходят, как будто они Бог младший. Вы понимаете? Что Иисус все равно дотягивается еще к ним. Понимаете? Это люди без надежды. Получается, что Иисайя увидел свою греховность, свою недостаточность, свою нужду в Боге главное. И когда он это увидел, он говорит, ах, во-первых, Господь, ты же знаешь, какой я, мои речи и люди, с кем я общаюсь. Мы же общаемся на плохое толку. И Бог, он там стоит, напуган, думает, что сейчас умрет. И прилетает к Серафиму, сгорячий угол, прикоснулся именно к той части, которая грязная. Интересно, какой час бы сейчас с Серафиму коснулись в вашей жизни? Может, некоторые из вас горели бы, как, не знаю. А у него только уста, те и горели, почистили. Заметите, что кровь Иисуса, скажи, кровь Иисуса, скажи, Слово Божие, очищает меня. Когда мы на собранном, знаете, что происходит? Одно из вещей, что происходит? Очищается наш ход мышления. Трудно сразу после собрания бежать грешить. Понимаете? Наш ход мышления более-менее прочистились. И вот, когда это все есть в тебе, Бога увидел, атмосферу Божьей внутри, и те грехи, которые ты знаешь, те, которые говорил, и Бог почистил, и после этого мотив у тебя очищен. Вы понимаете? Взгляд правильный. Ты уже не ходишь каким-то, плаваешь в воздухе, и видишь все верно уже. И то, что ты видишь в таком состоянии, или слышишь. Вот Иисая сидит, он очищен, все вообще, он аллилуйя, и тут он слышит голос, который говорит, 8 стих. Я услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Здесь поручение не звучало, что Исайя, вставай, пойди. Иеремия – пророк, которого Бог послал. Исайя – пророк доброволец. Но посмотрите, Исайя и Иеремия призваны Господом. Только по-разному Бог донес им это призвание. Иеремия, как будто Бог ему говорит. Исайя, как будто ему дали выбирать. Но и тому, и второму, это было полноценное призвание. Но разные методы донести им информацию. Поэтому, когда Билл Уильсон к нам приехал и говорил, увидел нужду, это призвание. Это правда. Но это не единственный метод, как Бог призывает. Это один из методов. И поэтому, Исайя, и когда вы слушаете проповеди, и вы видите какие-то нужды в обществе, реагируя, это Бог доносит тебе информацию, ты видишь с очищенными взглядами, с очищенным мышлением, с очищенным пониманием. И то, что ты видишь, не игнорируй, пожалуйста. Притом иногда мы видим разное. Я вот сегодня, когда проснулся, встал себе, начал молиться. И один брат, вам не скажу, как его зовут. Он из нашего города. Он передо мной. Я молюсь о себе, свои дела. И он передо мной. И он передо мной. И я вижу. Я понимаю, больше, наверное, никто не видит это. Я вижу. Значит, я должен ему позвонить. Я взял телефон, набрал. Как дела? Ой, пастор, ты прямо от Бога. Я думал, я умру ночью. Как? Вот он начал мне рассказывать, как он чуть не умер вчера ночью. Я понял, почему я проснулся. И мне это я вижу все время. Я сегодня проснулся. От своей проповеди. Во сне я проповедовал. Я был ребенком. Мне было 10 лет. И я был младшим. Непривычное все. Я никогда младшим не был. Я во сне был младшим 10 лет. И проповедовал. И я читал текст из Библии во сне. И не помню, какой. И проповедовал. Не помню. Но я помню только две фразы, которые я проповедовал. И когда я эти две фразы говорил. Во сне. На меня сошел Дух Святой. Во сне. И начал плакать. Во сне. И проснулся. Во сне. И живем. И встал. И пошел молиться. И удивительно. Иисусе Божий, которое у меня было во сне, когда я проповедовал, оказался было со мною наяву. А я удивился, когда Бог работает. А я. И этот брат передо мной. Поэтому я сразу же позвонил ему. Пастор Генн, почему ты мне не звонил? Потому что Бог считает, что ты в раю. Что с тобой ни о чем говорит. Ты вообще все хорошо. Скажи, да, Амин. Скажи со мной, Отец Небесный. Я говорю, да. Скажи, я обещаю не воровать у моего поколения. Скажи, если я не исполню мое предназначение, мое поколение пострадает из-за меня. Скажи, а я желаю, чтобы мое поколение ему было легче из-за меня. А не хуже. Скажи, я хочу, чтобы людям было лучше на благо из-за меня. А не хуже. Я хочу, чтобы радовались из-за меня. А не плакали. Скажи, я принимаю решение не жить только для себя, а приносить пользу другим людям. давайте встанем. Господь, это Ты производишь в нас хотение и действие. Я прошу Тебя, Господь, Ты производил в моей жизни, и Твое производство во мне сделал глубокую работу. Глубокая обучательная работа, чтобы выстоять всех ударов. теперь я молюсь за каждого из них. Есть предназначение для них. Я прошу Тебя, прежде всего, благослови их, а во-вторых, обучай их как можно быстрее, чтобы они успели входить в свое предназначение. Я провозглашаю Божий благослови на это предназначение, на это призвание. И я говорю всем помехам, всем препятствиям, всем барьерам и всем проблемам, трудностям, которые пытаются помещать предназначение во имя Иисуса. Уйди! Я разрушаю действия всяких демонических духов, которые мешают входить в предназначение. Я убираю ненужных людей, которые мешают входить в предназначение. Я ставлю стены ограничения, чтобы помешающие люди отошли в сторону во имя Иисуса. убери ненужных людей из их жизни. Сверх естественно. И приведи Божие нужных людей, чтобы каждый вошел в свое предназначение. А мы как церковь желаем войти в свое предназначение. Не конкуренция с кем-то, не сопоставляя себя с кем-то, потому что наш успех в исполнении то поручение, которое ты нам дал. И мы говорим да, как Иисус. Везде, где мы увидим, мы сделаем. И то, что горит в наших сердцах, мы сделаем. И мы знаем, что ты с нами. А если Бог за нас, то кто против нас? То кто? Прошу, Боже, твоя защита, действие твоей крови на каждого, ограждение вокруг нищих, чтобы люкавый не проникал. Я благословляю, Господь, твою церковь, каждого лидера, каждого верующего, каждого человека во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Там, где предназначение начало уже рушиться, начало разрушаться во имя Иисуса, я останавливаю процесс разрушения и провозглашаю жизнь на это предназначение, которое дьявол пытается уничтожать. Я говорю Сатана, стоп, 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 во имя Иисуса. Ты не сможешь разрушить, не соглашаюсь, не разрешаю тебе. Я их пастор, поэтому говорю, дьявол он, во имя Иисуса. Это предназначение, дьявол не украдешь, ни эмоциями, ни страстьями, ни всякой ложью, не заберешь, во имя Иисуса. Оно исполнится для славы Господа Бога. Оно исполнится во славу царя. Оно исполнится во имя Иисуса. Подними свою руку к Богу, скажи, всякое разрушение, которое касается мое предназначение, мое призвание, скажи, это разрушение разрушаю, 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 разрушаю во имя Иисуса. Кора, Маша, Камадория, и всякое, что прикасается к этому предназначению, к этому призванию, я приказываю прочь, прочь, прочь. Кора, Маша, Кандария, Маша, Камадория, Керия, Маша, Камадория, состоится это призвание, получится с этим призванием, да, возможно, ты сдался, но это не от отца, это не от Бога, это план врага, это он обрабатывает тебя, пытаясь, чтоб тебя абортировал, твое предназначение, не сдумай, Божий план большой, выбросишь, будет скрыжать зубов, и плачь, не оставляй свое призвание, ни в коем случае, Божье, мы благодарим тебе, мы поклоняемся тебе, мы славим тебя, Иисус, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, мы говорим, да, 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 мы отказываемся собственноручно похоронить свое предназначение, свое призвание за эмоции, и за обиду, и за трудности, и за гонение, и за непонимание, мы не будем, мы говорим, призвание важнее, это то, ради чего мы родились, спасибо за привилегию, что ты дал нам твое поручение, ты дал нам твое чувствование, ты дал нам твои чувства, ты дал нам твои желания, ты вложил в нас твои планы, и, Боже, мы обещаем не позорить тебя, не выброшить, не отказываться, мы не подведем тебя, но мы исполним, мы исполним, мы исполним, мы исполним, Иисус. Господь, спасибо тебе. Господь, спасибо. Господь, спасибо. Вложи в нас твой огонь, чтобы оно горело все время. все время. И укус комаров не будет больше аргументов, зачем надо оставить призвание. не будет. Не будет. Не будет. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. И там, где возрождение призвания, возрождение предназначения, верни и жизнь, и способность, и желание, и скорость, чтобы мы догоняли то, что упустили. Чтобы мы догоняли то, что упустили во время глупости, чтобы мы догоняли, чтобы мы могли догнать, чтобы мы могли догнать, догнать упущенное время по имя Иисуса. Спасибо тебе, Господи. Спасибо. 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 Спасибо тебе, Господь. Бог даст тебе силу. Бог даст тебе скорость. Бог даст тебе движение, чтобы догнать упущенное время. Если только с искренним сердцем к Нему, неважно, что, где, кто, как, если с искренним сердцем к Нему. Бог с искренним всегда поступит искренне. Всегда. Это Его черт. Он по-другому быть не может. И Он даст тебе силу догнать время. Он даст тебе способность догнать время. Он даст тебе возможность. Он даст тебе уникальное, неожиданное возможность догнать время. Туалет в служение, туалет в работе, туалет в бизнес, неважно, где. Он даст тебе способность догнать время. А тебе только одно, искреннее сердце. Без лукавства. Ни лукавые, ни ленивые. А искренные. Без лукавые, ни лукавые, ни лукавые, ни лукавые. Субтитры создавал DimaTorzok